Сейчас давайте двинемся дальше по нашему пути и докажем, что простых чисел, дающих остаток 1 при делении на 4, тоже бесконечно много. Евклидовский способ здесь не работает, абсолютно. Потому что если вы перемножите все простые числа, дающие остаток 1 при делении на 4, прибавите к этому 1, то возникнет пренеприятнейшая ситуация. Смотрите, 4 умножить на 5, на 13, 17, что там еще дальше, 29 и так далее, и так далее. И прибавите к этому еще один. Например, господа, возникает сразу такой вопрос. А почему бы этому числу не представляться в виде произведения нескольких чисел, каждая из которых дает остаток 3 при делении на 4? А в произведении там все получится и хорошо. Смотрите, дело в том, что 3-3 это вообще-то 9, а 9 дает остаток 1 при делении на 4. Ситуация понятная? Понятно. Значит, Евклидовское доказательство, к сожалению, не работает абсолютно. Но идея перемножить все числа, она все равно здрава, она все равно замечательна. Только вот надо их не только перемножить, а нужно догадаться еще одну операцию сделать. Ребята, оказывается, что числа, дающие остаток 1 при делении на 4, имеют самое прямое отношение к выражению вида х квадрат плюс 1. Давайте мы с вами сейчас немножко поэкспериментируем. Дело в том, что это сама по себе совершенно роскошная задача. Я вижу по вам, что никто ее не знает, поэтому обязательно стоит это дело рассказать. Значит, итак, я сейчас беру х квадрат плюс 1, посмотрим при разных иксах, что это будут за числа. Двойка, когда х равно 1, 5, это х равно 2, х равно 3, это будет сколько? 10, это 2х5, х равно 4, это будет 17, х равно 5, это 26, это 2 умножить на 13. Подставляем дальше, подставляем дальше, следующее число, 7 в квадрате, это у нас будет 50. Что такое 50? 5 на 5. Это 2 на 5 на 5, правильно? Дальше у нас с вами пойдет 60, я понимаю, 5. Это 5 умножить на 13. Так, что там дальше? 9 в квадрате, это 81 плюс 1, это 82. Это 2 умножить на 41. Замечательно. Следующее число, это 101. Следующее число, 122, это 2 умножить на 61. Господа, ну, конечно, двойка, она здесь бывает. Каким свойством обладают числа 5, 13, 41, 61? Какое не дает остаток при делении на 4? 1. Я мог бы, конечно, подписать дальше, но это самое, господа. Но не буду. Ребята, оказывается, верна совершенно замечательная теорема. Простые делители чисел такого вида, ну, то есть, если есть нормальное число, это в точности двойка, но они никуда не воспринимают, и числа, дающие остаток 1 при делении на 4. Итак, пишем, теорема, х квадрат плюс 1 не делится на п, если п простое, и п дает остаток 3 при делении на 4. То есть, в принципе, не бывает у чисел вида х квадрат плюс 1 простых делителей, дающих остаток 3 при делении на 4. Согласитесь, что факт достаточно неожиданный. Теперь вопрос, как его использовать для доказательства того, что вот таких простых чисел есть конечный. А очень просто. Помните, я выводил, что перемножать не годится? Не годится, потому что надо было еще в квадрате х вести. Вот такое выражение обязательно. Во-первых, давайте поймем, почему это х квадрат. Ну, потому что вообще-то четверка может быть записана как 2 квадрата. То есть, роль х выполняет 2 умножить на 5, 15, 17 и так далее. Если мы считаем, что простых чисел, дающих остаток 1 при делении на 4, конечное множество, то мы их все перемножим. И вот получилось число вида х квадрат плюс 1. Замечательно. Теперь давайте сделаем так. Я считаю, что теорему мы уже доказали. Я еще докажу, действительно. Но сначала объясню, почему же все будет хорошо. Значит, итак, предположим, что мы знаем, что у числа вида х квадрата плюс 1 не бывает делителей, дающих остатки 3 при делении на 4. Берем вот это число. Ну, это какое-то натуральное число. Оно как-то может быть разложено на простые множители. Согласны? Согласна. По этой теории, среди простых множителей не бывает тех, у кого остаток 3. Значит, эти простые множители, это будут или двойка, или остаток 1 при делении на 4. Скажите, пожалуйста, двойка может быть? Как вы считаете? Вот это число на двойку делиться может? Нет. Нет, вот это может. Вернее, не можно делиться. Первое слагаемое делится. А единица не делится. Значит, х квадрат плюс 1 на 2 не делится. Правильно? И на числа, которые дают остаток 3 при делении на 4 не делится. Значит, на самом деле, все простые делители у него какие? Один. Кто-то... Если бы мы все такие простые числа выписали здесь? Нет. Значит, повторяю. Х квадрат... Х у нас делится на все простые числа, дающие остаток 1 при делении на 4. Потому что мы предположили, что их конечные множества. А раз так, раз оно делится на все, х, то х квадрат плюс 1 наоборот ни на что делиться не может. Поняли? И вы получили противоречие. Получили или не получили? Получили. Получили. Итак, пока что предполагаем, что эта теорема верна. Их для любого х, х квадрат плюс 1 не может делиться на простое число, дающее остаток 3 при делении на 4. Пока что предполагаем, что верна. Сейчас, наверное, доказывать. Так. Берем все числа, которые дают остаток 1 при делении на 4. Все перемножаем. Восходим в квадрат и умножаем на 2 в квадрате, плюс на 4. Прибавляем единицу. Получаем, поскольку эту двойку можно занести внутрь, то получаем число вида х квадрат плюс 1, где х это 2, до 5, до 12 и так далее. Пока все нормально? Такое число не может по теореме делиться на число, дающее остаток 3 при делении на 4. Число, дающее остаток 2 при делении на 4, простое. Только одно, 2. Но поскольку здесь одно слагаемое четное, а другое слагаемое единицами четное, то это все выражение в нечетном. И на 2 наделиться не будет. Простой, что не может давать садок 0 при делении на 4, значит остается только последний вариант, что все простые множители числа х квадрат плюс 1 дают остаток 1 при делении на 4. Однако это противоречие, поскольку мы предположили, что все эти числа мы уже перемножили здесь, и ни на одно из них оно делиться не может. Значит, что делится на какое-то другое, значит, что не все. Все. Спасибо, Павел. Спасибо. Так, ну что, давайте собственную теорему доказать, потому что это все, кажется, не замечательно, но только при условии, что мы это знаем, почему х квадрата плюс 1 не может делиться на 4. Значит, ребят, сейчас у меня есть два варианта. Один вариант верить в то, что вы знаете малую теорию, понимая. Другой вариант верить, что вы ее не знаете. Второй вариант лучше. Что? Второй вариант лучше. Второй вариант лучше, я понимаю. А, кстати, голосование. Кто из присутствующих знает малую теорию фирмы? Пять человек знают малую теорию фирмы, остальные 50 не знают. Нет, если ты спрашиваешь про что, значит, не знают. Давайте сделаем так. Я сейчас сначала расскажу для тех, кто знает. Дело в том, что это совсем город. А потом расскажу для тех, кто не знает. На самом деле, для тех, кто знает, это тоже будет интересно, потому что казаться достаточно неожиданное.